Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами вновь Виталий Рафеев. Я с помощью чувства знания пытаюсь найти ответы на такие сакраментальные, риторические, вечные вопросы. И сегодня я продолжаю тему повседневного счастья, которую каждый из нас способен достичь, благодаря тем или иным правилам поведения. Соблюдать эти правила очень просто и в то же время очень сложно, потому что они очень простые и о них легко мы забываем и в повседневных своих заботах. И здесь очень важно фокус внимания, постоянно находить эти правила, соблюдать их и находить их во внимании. То есть для чего мы делаем повседневное состояние счастья приоритетом своим? Потому что состояние счастья, когда он остается повседневным, в настоящем моменте, оно становится нашей отправной точкой. То есть скажем, вот это пространство линейного мира. Сейчас вот так вот нарисуем на плоскости. Вот так, да? Пространство линейного мира, которое женщины, для них пространство, оно такое естественное состояние. То есть женщины стремятся к этому пространству, попасть в настоящий момент, находиться в одномерном мире своих эмоций, своих чувств. И, соответственно, тех или иных правил, законов, которые они соблюдают только в этом пространстве. А в это пространство, как женщина попадает с помощью, помните, я вам говорил, да? С помощью, скажем, вот так нарисовать. С помощью мужчины, да? Там стрелочка у нас идет туда. Так вот, женщина стремится попасть в это пространство. Соответственно, мужчина здесь как бы лишний получается, да? И тут особенно договариваться им не о чем. Мужчина должен двигаться в будущее, во время, где женщина будет счастлива, во времени. Так вот, именно благодаря тому, что когда в этом состоянии женщина будет счастлива, в этой точке, в настоящего пространства, мужчине будет очень легко двигаться во время, в котором очень много опасностей, много рисков и тому подобное, да? Но, и он будет двигаться куда? К цели. И мы, такая тема цели, которую я обозначил в предыдущем видеоролике, когда сказал, что цель – это настоящий момент в будущем. То есть, если мы, как бы, переносим этот момент вот сюда, вот, то он будет, это является целью. И женщина мотивирует мужчину двигаться в будущее, во время. Мужчина туда пришел, ему как бы не так интересно дойти, так как достаточно рискованно одному дойти, да? Ну, вот, мужчине она внушает, женщина, чувство надежды, чувство безопасности внушает, что все будет хорошо, я тебя люблю, и все такое, да? То есть, вот здесь, здесь любовь скрепляет этот договор такой, как бы сказать, да? То есть, мужчина у нас начинает движение вот сюда, к цели. Скажем, цель вот здесь находится. Теперь, то есть, как бы цель перенеслась в настоящее, перенеслось в будущее. То есть, и женщина мотивирует мужчину достичь этой цели. Там она его встретит с любовью, да? Там она его полюбит, каким-то подобным, всячески его мотивирует достичь эту цель, чтобы принести, достичь ту или иную задачу, принести оттуда ей какую-то, какую-то часть времени, часть независимости, еще больше, да? Так вот, здесь я хотел нарисовать, нарисовать я хотел вот следующий момент. То есть, сейчас мы видим, если, видим, что вот это похоже нас на что? Это у нас похоже на стрелу. Видите, вот стрела получилась. Вот такая виртуальная стрела, видите, которая вот в этом моменте попала в цель. Это важно. Видите, вот он счастливый момент встречи мужчины и женщины. И, сохраняя этот счастливый момент встречи, обнимашек, как я говорил в том видео, мужчина и женщина встретились, обнялись, договорились, нашли какие-то законные правила связи отношения с прошлым. И, видите, они как выстрелили. Дальше они могут, пространство, женщина была здесь, в своем гнезде. Видите, получается вот такой у нас, как бы, лук и стрела. Вот это, поэтому я и говорю о том, что счастливый момент вашей жизни, вашей встречи, он дает начало, начало вашему движению в пространстве и времени. Начало, понимаете, вот здесь начало. То есть, если у вас собьется этот фокус, этот счастливый момент уйдет, вы начнете его перемещать, говорит, счастье находится здесь или счастье находится здесь, то у вас, конечно, стрела полетит не туда. Она либо кривыми путями полетит, либо вот так вообще полетит. Я бы мог здесь листочек показать, как она полетит, но это в другой раз покажу. Так вот, и я вам хочу показать на этом примере важность сохранения крепкого тыла, как говорим, да? То есть, вот эта стрела, натянутая, натянутая пространство. Пространство – это временное пространство. Мужчина сюда ушел, и вместе с уходом мужчины начинается движение энергии. Движение энергии, которое здесь накопилось. Помните, я вам говорил, плюсик, здесь минусик. Движение энергии. Вот эта стрела начинает толкаться пространством, временным пространством. То есть, энергия вся выталкивает стрелу в направлении какой-то цели. То есть, вот этот счастливый момент, вы в него верите, что он есть, и вы надеетесь, понимаете? Вы верите и надеетесь, и эту веру и надежду скрепляете любовью. Вот эта точка должна сохраняться, и она будет у вас сохраняться здесь. В это место вы можете любую задачу поставить, любую цель установить себе. Личного успеха, общего успеха, семейного успеха, благополучия вашим детям, вашим родителям, родственникам. Любую сюда можете задачу поставить, и вы в нее попадете. Она исполнится, понимаете? Это задача, это цель, это желание, как хотите говорить. Так, если вы здесь сохраняете счастливый момент, и он у вас сюда транслируется. И он сюда будет транслируется. Вот, сегодня я об этом хотела сказать. Это у нас правило ножек и ручек. Ноги буду написать, и руки. Правило ноги и руки. Ну, как так. Правило ноги и руки. Где здесь ноги, где здесь руки? Помните, я там рисовал видео, когда я вам показывал, когда я вам показывал, что в этом пересечении, когда встречаются, да, прошлое и будущее, или мужчина и женщина. Вот здесь вот нас встречает, получается, такой человечек. Вот он человечек, да. Вот если у него руки и ноги. Человечек. Так вот они ноги. Мужские ноги. Это мужчина. Это женщина. Ноги должны двигаться. Двигаться как они должны? Правильно. Они не должны сидеть на пятой точке, мужчина. Или же мужчина в первую очередь. Мужчина должен двигаться. То есть это ритуал. Это традиция, опять же. Движение ногами. Женщина. Женщина двигает руками постоянно. Знаете, такое правило. Такую традицию женского рукоделия, женского умения и тому подобное. Вот к этому моменту, когда мы идем, то здесь у нас есть такое, как я говорил, западноевропейское культурное общество. У них традиция такого хэппи-энда. То есть хэппи-энд, счастливый конец. Вот здесь. Но у нас здесь счастливого конца нет. Мы не обманываемся по поводу счастливого конца. Мы понимаем, что счастье находится вот здесь. Посередине находится фактически. Посередине. И мы его можем переместить сюда. Это счастливый момент. И можем двигаться дальше, во времени. Находясь в состоянии повседневного счастья. Правильно двигаться ногами. Ноги должны ходить. Ноги должны танцевать. Ну, на самом деле, ногами очень мало, казалось бы, можно сделать именно движений. Если не использовать такое состояние, состояние танца. У народов, у разных, имеются национальные народные танцы. Это очень важный ритуал, важная традиция. Именно которую, соблюдая которую, эта точка становится достижимой. И важный ритуал женского рукоделия, женского творчества. Когда женщина работает руками. Кроме того, женщина, находясь вот здесь дом ее, дом, гнездо, скажем, да, гнездо. Или еще более глубоко, чтобы сказать, корни. Здесь корни. Вот эти женщины, здесь применительно к этой стреле, здесь такое оперение создается. Оперение, которое помогает, помогает оперение, которое состоит из чего? Из правил. Правила правильного воспитания детей. Правильного отношения с родителями, пожилыми людьми. Правила отношения с близкими людьми. Добродетель и тому подобное. Которые именно регулируют, регулируют вот здесь правила. Чтобы полет стрелы был в правильном направлении летела стрела. Но она будет лететь в правильном направлении. Если мужчина здесь будет шевелить ногами, соответственно, как по закону, чтобы был сбалансированный полет стрелы, сбалансированное движение ног. И балансированное движение ног мы можем наблюдать именно в танце. Кроме того, балансированное движение ног имеется в спорте, как вы знаете, физкультура какая-то, спортивные, такие единоборства могут быть там, да. Или простой бег трусцой, да. Тоже большое, большое сбалансированное движение ног. Оно происходит физически, то есть человек физически двигает ногами. Когда он физически двигает ногами, это достижение цели происходит в действиях, поступках, точнее попадаешь в цель и быстрее. Не происходит такого зигзагообразного полета стрелы. Нет никаких метаний и страданий у человека, у мужчины, или у женщины, или у его семьи, или у общества в целом. То есть правила ноги и руки нам говорят о том, что надо заниматься танцами, надо заниматься физической культурой, надо много двигаться, ходить. То есть пятая точка, на которой мужчина и женщина сидят очень долго, это, конечно, самое неблагодарное занятие. Потому что ноги не могут бездействовать. Я дальше о ногах буду говорить, в другой теме, скажем так. Но из той темы я беру это правило, что ноги и руки должны гармонично, гармонично созидать, участвовать в сотворении этого пути. Пути к цели, в которой находится счастье. Мы его сюда, из цели, цель переносим из настоящего момента в будущий момент. И чтобы она не сохранилась в этом положении, здесь надо уберечь счастье. Здесь должен быть крепкий тыл. Здесь были гармоничные правила отношения и связи с прошлым. Чтобы эта энергия, толчка, стрелы полетела. Как понимаете, стрела начинает движение к цели очень быстро. Быстро. То есть ускорение придается большой энергии здесь. Энергия большая. Но дальше, дальше при движении. Видите, при движении начинает возникать пространство. Возникают проблемы какие-то, какие-то надо решать. Потому что само движение создает пространство времени. Во времени начинает двигаться. Возникают проблемы, риски какие-то и тому подобное. И для этого у нас существует такое правило. Берите руки в ноги и бегите. Если вам здесь что-то грозит, опасность какая-то и тому подобное. И кроме того, имеется такая хорошая культура, которая к нам пришла из Азии, из Индии. Это культура йоги, которая очень такая интересная. Ну вот, так. И в Индии культура йоги. Ну, скажем так. Йога, спорт любого вида. Спорт, танцы. Хендмейт, самодеятельность какая-то, женское рукоделие, творчество и так далее. Руками сделан хендмейт и по-другому. В других культурах по-разному это называется. Это важно. Вот если вы это будете делать, заниматься йогой, спортом, танцами, вышивать, рисовать, шить машинки и так далее, одежду и тому подобное. Вот это состояние будет более гармонично. Здесь будут правила, которые будут постоянно меняться из-за системы проблемы, которые здесь происходят на встречу мужчины. А вот здесь будут соблюдаться определенные законы, если мужчина будет двигать ногами. И, так, и, 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 сегодня я об этом хотел сказать. Оправили ножки и ручки, да, которые помогают мужчине и женщине прийти достичь цели в будущем. О той цели, о которой говорят западная культура, надежды на счастье в будущем. Благодаря тому, что счастье находится вот здесь, в настоящем моменте. Повседневное счастье находится здесь. И вы о нем не забывайте. Концентрируйте на нем внимание. Концентрируйте на этих правилах внимания. Думайте об этом. Как бы вольно-невольно, то есть подсознательно и так далее. Создавайте ритуалы какие-то семейные. Личные ритуалы. То есть утром пробежаться – это ритуал. Утренняя зарядка – это ритуал. Вечерняя прогулка – это ритуал. И тому подобное. То есть множество ритуалов, в которых руки и ноги двигаются. Это важно. То есть я вам показал на примере, как бы, ну, как бы она такой простой пример. Но тем не менее я прошу вас двигать вашими ручками, двигать вашими ножками. Но здесь я еще не сказал о том, что, конечно, очень большая роль ухаживать за ножками, ухаживать за ручками. То есть мужчина целует женские ручки, целует женские ножки. Женщина ухаживает за своими ручками и ухаживает за своими ножками. То есть косметические процедуры. Мужчина также ухаживает за своими ножками и ручками, содержит их в чистоте, вопрятности и тому подобное. это важные моменты они влияют на самом деле это все работает не надо об этом забывать надо создать в себе эти правила потому что вы очень свободные люди все очень независимые и вот эта свобода и независимость с одной стороны помогает вам быть здесь независимыми и здесь свободными а с другой стороны оно вас переносит в пространство другое в котором вам нет места поэтому я прошу вас сегодня обратить внимание на правила ножек и ручек и стараться эти правила соблюдать прививать себе детям в обществе участвовать в каких-то мероприятиях и всячески создавать именно общественную атмосферу не для зарабатывания денег создавать йога-центр а именно для того чтобы общество в целом было более счастливое более целенаправленное общество было как вы в семье целенаправленное индивидуально целенаправленное когда в настоящем находится счастливый момент когда это пространство здесь свободно тогда вы здесь не испытываете страданий вы не испытываете страха и вы можете проходить двигаться к цели к цели в будущем времени, здесь тоже может быть счастье, как вот здесь в пространстве мира поэтому, я надеюсь эту тему маленько вам раскрыл как мог, показал благодарю вас за внимание, подписывайтесь рад был вашему вашему присутствию до встречи с вами был Виталий Рафеев, пока